Большая красивая автоматика. Открываешь, а там как бы ничего, даже саморезов не хватает. А сегодня мы поговорим с вами про автоматику для котлов и вентиляторы. Расскажем и поделимся секретами, как отличить хорошую, надежную автоматику от одноразовой, бесполезной автоматики. Я занимаюсь ремонтом этой автоматики уже больше 10 лет. И поэтому я не буду хвалить, как все, какую-то одну автоматику, рассказывать, что это самый лучший блок. Я расскажу вам всю правду о этих автоматиках. И даже откроем внутри, покажем, что скрывается внутри этой автоматики, поскольку все наклеечку не открывать, иначе не будет гарантии. Мы откроем и посмотрим, что внутри каждой автоматики. И также в конце видео мы поделимся с вами секретами, как увеличить в разы срок службы вашей автоматики котла. Какая-то новость. Выбор автоматики. Это не распродажа в супермаркете, где главное купить самую недорогую по самой акционной цене. Это не показ мод, где главное купить самую красивую, в самой большой красивой коробочке по супер красивой цене. Это ответственный шаг, от которого зависит, как долго у вас дома будет тепло, насколько экономно будет работать ваш котел. И от этого зависит, может быть, она будет просто банально включить, и ваш котел взорвется и снесет вам полудома. Первая автоматика, которую мы с вами подробно рассмотрим, это автоматика KG Electronics, польского производства. Цена ее от 40 до 60 евро. За 60-70 евро можно даже купить ее в комплекте с вентилятором. Но этот вентилятор я не рекомендую вообще где-нибудь в котельной ставить, только если он в самом низу, на котле, где нет ни дыма, ни пламени, поскольку у него пластиковые лопасти. Пластиковая крыльчатка. И, видимо, поможем, две яйца. Всего лишь 175 метров кубических, 200 паскалей, 70 ватт. Обмотка двигателя, что может привести к ее повреждению небольшими даже частями, которые вылетают пыли и прочих вещей по котельной. И плюс самый слабый из того, что мне попадалось. Ну, вернемся к автоматике. Автоматика. Самый большой корпус из всех представленных. Самая красивая, вроде бы как. Но очень-очень легкая. В ней меню, в принципе, простое. Вы можете по меню разобраться, изменить, добавить температуру. Выбрать для работы на угле, на дровах. Но, небольшой лайфхак от нас. Для того, чтобы не покупать дорогой трехходовой клапан, выкидывать на него 70-80 евро, лучше подсоединяете до автоматики котла ваш насос и получаете практически все то же самое, только бесплатно. Единственное, что на дешевых автоматиках, практически на всех, которые здесь представлены, очень сложно регулировать температуру включения насоса. Для того, чтобы ее отрегулировать, вам надо перейти только в ручные настройки и держать автоматику в ручных настройках. Только тогда вы сможете изменять нормально температуру включения насоса. Плюс, на дешевых автоматиках вам сложно разобраться, куда насос, куда вентилятор. То есть, вам обязательно надо будет читать инструкцию, разбираться по меню. Потому что без инструкции вы не сможете нормально разобраться в меню. Без инструкции вы не сможете нормально подключить насос, вентилятор. И также на дешевых всех практически автоматиках нет разъема для подключения комнатного термостата. Если вы хотите управлять автоматикой из дома, или хотя бы более экономно эксплуатировать эту автоматику, то дешевых автоматик вы не сможете подключить. Самое интересное скрывается внутри. Самая большая автоматика по размеру, и самая дешевая. Открываем, смотрим внутри. У ней самое меньше внутри запчастей. Одна плата одним саморезом прикручена, вторая плата на двух саморезах. На заземление кусок провода брошен. Упростили по максимуму все что только можно. Ну и нет возможности подключения комнатного термостата. в этой автоматике. Вот что внутри, вот в такой огромной красивой коробочке. Большая красивая автоматика. Открываешь, а там как бы ничего, даже саморезов не хватает. Такое ощущение, будто снял с девушки бюстгальтер, с пушапами, с подкладками. Снимаешь, а там как бы ничего, уши с паниеля висят. Следующая автоматика, практически в этом же ценовом сегменте. Стоит от 30 до 45 евро. Которая мне очень нравится. Называется TAL RT22. Аналог этой автоматики много все знают. Уже больше 10 лет устанавливается на котлы. Автоматика ATOS. Хорошая, интересно работает. До 400 Ватт можно подключать до нее даже вот такой большой вентилятор промышленный. И она будет работать. То есть мощная, хорошая автоматика. Но, единственное, мне не нравится меню. Чтобы зайти в настройки, изменить параметры. Обороты вентилятора. Паузу между продуктами. Температуру включения насоса. Вам надо подержать кнопочку меню. Брать с собой инструкцию и смотреть там. SR, PP, OP. Это там обороты вентилятора. И изучать меню, чтобы ее настроить. И хорошая цена. Более-менее хорошая автоматика. Нигде не указано ни в инструкции, ни в коробочке. Страна-производитель. По одним данным Польша, по одним данным Украина. Но нигде нет информации о производителе этой автоматики. Вот что, единственное, смущает меня по этой автоматике. Ну, а так, в принципе, работает. Если почитать хорошенько инструкцию, можно разобраться и с настройками. И 400 Ватт можно поставить по мощности вентилятора на нее. Давайте посмотрим, что внутри этой автоматики. Такая простенькая плата. То есть предохранитель. Одна маленькая простенькая плата. Или что мне еще не нравится на дешевых автоматиках. То, что не указано, какая мощность на насос, на вентилятор вы можете максимально подключать. Вам придется это найти в инструкции. Ну и нету нигде данных о стороне производителя. Или вообще адреса производителя. Также в этом ценовом сегменте представлены еще две популярные автоматики Харьковского завода Biopro. Простая, на которой вы можете регулировать температуру больше-меньше и обороты вентилятора. И немножко подороже, где уже чуть-чуть побольше меню. Здесь можно уже зайти в настройки, изменять эти параметры чуть проще. Здесь вы тоже можете изменять эти параметры. Но для ее включения и выключения настройки вентилятора, вам надо зайти в меню. И чтобы изменить какие-то дополнительные параметры. И так же, как на всех недорогих автоматиках, здесь нет возможности подключить комнатный термостат. Не указано, какая мощность выход на вентилятор, на насос. То есть, чтобы хорошо пользоваться этой автоматикой. Да, она недорогая, она работает. Но, чтобы пользоваться ей, вам надо обязательно, чтобы под рукой у вас лежала инструкция. Чтобы вы могли посмотреть, как изменить настройки вентилятора, насоса. И давайте немножко по меню поклацаем. Например, мы переходим в меню. Зашли в меню. Вентилятор. Заходите, заходите. Зашли в настройки. Вот что мне нравится в этих недорогих автоматиках. В том, что у них простое меню. Можно заказать и в металлическом корпусе, не только в пластиковом. И нет ничего лишнего. То есть, простое меню. Больше-меньше температура. Больше-меньше обороты вентилятора. Здесь чуть-чуть расширение меню. Но, если мы заглянем во внутрь. Пам-пам. Мощные, хорошие провода. Но плата очень простенькая, простая. И самая большая проблема. Пам-пам. Предохранитель. Он просто припаян до платы. То есть, я бы рекомендовал все-таки поставить вот такую вещь, чтобы можно было менять предохранитель, как на недорогих автоматиках. Или как на дорогих автоматиках поставить вообще самовосстанавливающиеся, чтобы не надо было их менять. Так, в этой, которая чуть-чуть подороже автоматика. Да, здесь уже большая плата. Все красиво сделано. Но предохранитель также припаян. То есть, в случае небольшой поломки, вы точно пойдете до электрика, чтобы он вам припаял предохранитель. Или все-таки поставил вот такую вещь, в которую устанавливается предохранитель. Ну, она стоит в принципе 10 центов. Ну, можно было поставить. Хорошая автоматика. Более-менее хорошо работает. Недорогая. Но, к сожалению, нигде на автоматике не указано, кто ее сделал. Ни адреса сайта. Ни телефона. То есть, допустим, она у меня поломалась. Или я захотел датчик температуры купить. Ну, датчик температуры на дешевенькой. Тут припаянной доплаты. А дорогой, да, есть специальная клеммная колодочка, что его легко можно прикрутить. Ну, допустим, она у меня поломалась. Мне надо брать название автоматики. И рыскать по интернету. Искать, кому же ее отправить на ремонт. Или где же купить датчик на нее. В этом плане немножко неудобно. А так, автоматика хорошая. Нету никаких лишних настроек. Температура, обороты вентилятора, да и работает. Из всех недорогих автоматик, мне по исполнению еще нравится автоматика ТЭЧ. Хорошее исполнение у нее. Удобная. Корпус. Самое главное. Расписано. Кто сделал автоматику. Когда сделал. Какая мощность подключения на вентилятор, на насос. Два предохранителя. Отдельно предохранитель на вентилятор. Отдельно предохранитель на насос. Серийный номер автоматики. Все понятно. Все подробно. И даже если у вас эта наклейка со временем ободралась. Заглядывайте вовнутрь. Даже здесь есть дублирующая наклейка с моделькой. Вы всегда найдете. Но когда вы внимательно рассматриваете внутренние части автоматики. Грусть, печаль меня начинает съедать. Все очень простенько. Все удешевлено до максимума, чтобы гнаться за ценой. И самая грусть, печаль. То, что если вы внимательно почитаете инструкцию. Вы еще как-то найдете. Как можно изменить обороты вентилятора. Но самый главный параметр. Чтобы у вас с котла не бежала смола. Переключить температуру включения насоса. Вы не сможете даже перечитав. Изучив эту всю инструкцию. Ну может зайти в какое-то сервисное меню. Но в инструкции этого сервисного меню нет. Как изменить температуру включения насоса. Вот нравится мне эта автоматика. И меню более-менее простое понятно. И предохранители. И здесь все понятно. Все красиво. Видно старались сделать красивую автоматику. Но я бы эту автоматику сравнил с девушкой. Которая очень быстро собиралась на свидание. Лицо накрасила. Губы навела. А попу не помыла. Бывает такое. Потому что здесь три самореза. Здесь вообще тоже три. Ну тут чуть-чуть сэкономили. Там урезали. Там урезали. Ну бывает. Самая дорогая из всех автоматик. Которые представлены здесь в бюджетном сегменте. Автоматика Comfort Eco. Она доступна в двух вариантах. С обычным меню. И с обычным предохранителем. И с расширенным меню. И с самовосстанавливающимися предохранителями. У нее интересно тем, что есть и подсветка кнопок. И в два раза больше меню. Вы можете настроить и заданную температуру. И температуру подключения насоса. Режимы работы с комнатным термостатом. Обороты вентилятора. Час между продулками. Диапазон регулирования. Температур. И разные остальные меню. В простой, в такой же версии автоматики. У нее есть простые настройки. И заходите во внутреннее меню. И есть дополнительно все те же самые. Режимы работы с комнатным термостатом. Гистерезис и прочие настройки. Интересно тем, что самовосстанавливающий предохранитель. Если где-то прыжок света. Перегрузка. Она выключается. Остыла. И опять включилась. Есть возможность подключить комнатный термостат. И есть возможность подключить термостат. С которого вы будете полностью всей работой автоматики. Следить с дома. Также указана информация о производителе. Номер, адрес сайта. Куда обращаться по вопросам. Указана мощность выхода. На насос. На вентилятор. Серийный номер. То есть все то, что необходимо. Вот в этом плане меня эта автоматика радует. Давайте мы ее откроем. И посмотрим, что у нас внутри этой автоматики. Из всех ранее представленных автоматик. Меня это самое больше порадовало. Хоть цена у нее от 50 до 70 евро. Но и подсветка кнопок. И такое ощущение, будто раздеваешь молодую красивую девушку с красивой фигурой. Открываешь и радуешься. Две платы. Отдельно мощная силовая. С самовосстанавливающимися предохранителями. С мощным блоком питания. С разными защитами. И отдельно плата управления. Да, вот здесь видно, что делали ее на хорошем заводе. И подсветочка кнопок. Все красивенько. То есть она практически как две простые автоматики. Ну, как бы здесь и как бы здесь. Здесь сразу две мощные, хорошие платы. Ну, не хочу никого оскорбить, но эта автоматика меня откровенно порадовала. Как будто раздел молодую, красивую девушку. Все внутри красиво. И внутри, и снаружи. Прям радует и глаз, и карман. Давайте рассмотрим еще две очень интересные автоматики. Они будут немножко подороже. Они есть в двух исполнениях. Стандартная и усиленная. Цена такой автоматики от 50 до 65 евро. Такая от 60 до 100 евро. Но я бы их отнес к классу промышленных автоматик. Поскольку здесь надежный металлический корпус. Лопата устойчивый. Здесь вы можете подсоединить и комнатный термостат. И возможность управлять полностью всей работой с внешнего блока. Полностью всей работой автоматики. Удобное, понятное меню. Обороты вентилятора можете изменить. Температуру заданную. Паузу между продувками. Температуру включения насоса. Все подробно понятно. На усиленной версии в нее даже есть возможность подключить двух самых больших вентиляторов. Как вы смотрели. До пол киловатта мощностью. Или один на киловатт 100 ватт. Понятное простое меню. И самое интересное. В нем в комплекте идет вот такая маленькая книжечка. Называется сервисное приложение. Вы можете, я называю это приложение защита от дурака. Вы можете зайти во внутренние настройки. И настроить. Минимально установленную температуру. Чтобы меньше этой температуры, никто ваш кочега не мог скрутить. Из котла не бежала смола. Минимальные обороты вентилятора. Что тоже немаловажно. И многие другие настройки. Такие как работа с комнатным термостатом. Не забудьте прочитать этот листик. Ну или хотя бы посмотреть инструкцию от котла. Инструкцию от автоматики. Автоматика бывает в разных исполнениях. С ровным цифероплатом. С косым. В большем корпусе, в меньшем. Но мне самое большее нравится в металлическом корпусе. Внутри этой автоматики. Мы видим, что две платы. Отдельно плата управления. Отдельно силовая мощная плата. На семисторах, которые управляют оборотами вентилятора. Даже есть специальный большой радиатор охлаждения. И есть возможность подключения комнатного термостата. Или блока управления внешнего. Полностью всеми настройками котла. И датчик температуры подключен. Температуры подключен правильно. На усиленной версии этой автоматики. Мы видим очень много еще интересных вещей. Во-первых, провод питания 2 метра. Провода с двумя датчиками температуры. Датчик перегрева 95 градусный. И простой датчик температуры. 2 по 3 метра провода с датчиками температуры. Вот такие мощные, хорошие провода. Два предохранителя. Один на насос, один на вентилятор. Давайте заглянем, что у нас внутри. Экран вместе с платой управления закрыт. Вот в специальном корпусе. Мощная плата силовая. Здесь уже немножко побольше. В силу, что должно быть. Здесь уже огромный радиатор для охлаждения. Семистров, которые управляют оборотами вентилятора. И их уже два. Здесь вы можете отдельно подключить внешний блок. Который будет управлять всей работой котла из дома. И подключить просто обычный домашний комнатный датчик температуры. Такая мощная, хорошая автоматика. Одна, вторая. На нашем рынке также есть еще более дешевые автоматики. По 15, 20, там 30 евро. Но поскольку они очень редко встречаются и в массовости на котлы не устанавливаются, то про них мы поговорим с вами в следующем нашем видео. Каждая из этих автоматик хороша по своему. Под свои задачи. Если у вас простой котел и вам достаточно просто регулировать больше-меньше температуру. И иногда добавить обороты вентилятора, к примеру. Или иногда добавить температуру включения насоса. То вам достаточно и простой автоматики. Но если вы купили котел хотя бы за 500 долларов или за 1000 долларов. То я не вижу смысла экономить 5-10 евро на автоматике. Тем более у простой автоматики год гарантии. Неизвестно что с гарантией с производителем. Здесь 3 года, 2 года гарантии. За те же 5 евро или 10 вы получаете больше функций, больше возможностей. Подсветку кнопок, мощный металлический корпус. Чем дороже цена, тем более лучше автоматика. Вы получаете больше возможностей, больше функций, но и большую гарантию по этим. Так что я не вижу смысла экономить 5 евро на автоматике, если котел у вас хотя бы за 1000 или полтысячи долларов. Если у вас котел стоит 200-300 долларов, то вы можете любую, какая вам понравится автоматику поставить. И можете, даже будете довольны ее работать. Такая же ситуация как по автоматикам, такая же и по вентиляторам. Если вы покупаете недорогой вентилятор, который стоит 25-30-35 евро. То, к примеру, KG Electronics. У него мощность всего лишь будет 170 метров кубических 200 паскалей. Пластиковая крыльчатка. То есть его можно поставить только где-то внизу котла, где нет ни дыма, ни пламени, ничего. Или лучше вообще не ставить его в котелю. Если вы возьмете немножко подороже, к примеру, M plus M, мощность двигателя практически такая же самая, только уже. Двигатель немецкий, в некоторых комплектациях испанский. Мощность двигателя 250 метров кубических, давление 360 паскалей. Если вы возьмете, но цена у него немножко, буквально на 5 евро дороже. Еще на 5 евро дороже. Если вы возьмете производитель, к примеру, Elmatec, здесь уже будет немецкий двигатель. Здесь у вас уже, кроме клапана безопасности, дополнительно есть еще и ручная регулировка мощности этого вентилятора. Ну и мощность его, по данным с инструкцией, 77 ватт, 380 паскалей и 294 метра кубических он дает. Ну и мощная металлическая крыльчатка. Если у вас уже котел мощностью больше, чем 50-100 киловатт, 100 киловатт уже рекомендуется хотя бы 160 вентилятор поставить. Если у вас уже 120, 150, 200 киловатт, то рекомендуется уже 400 ватт поставить на ваш котел. То есть, чем дороже вентилятор, от 25 до 35 евро, 35, 40, 50, 60 евро, такой в районе от 80 до 130 евро, такой уже в районе 300 евро. Тем он мощнее, чем он дороже, тем мощнее, тем больше, ну и более надежный. Для самых терпеливых наших зрителей, кто досмотрел это видео до конца, мы с вами поделимся секретами или лайфхаками, как увеличить срок службы вашей автоматики в несколько раз. Самый первый и главный параметр. Не ложите вашу автоматику сверху на котел. Где-то какая-то резьба начнет подтекать, вода затечет в автоматику и как бы все. Это одна из основных поломок. Потому у многих производителей она выполнена со специальной ножкой, чтобы вы могли ее прикрепить. Поставить как на котел, так и рядышком где-то на стену установить, чтобы вода из котла не попала, даже в случае закипания, не попала на автоматику. Второй способ, как увеличить срок службы вашей автоматики, это не слушайте ваших сантехников, монтажников, кочегаров. Датчик температуры не всовывайте ни в какие гильзы, куда еще заливают непонятно какое масло. Это основная причина выхода их из строя. А датчик температуры стоит от 5 до 20 евро. Масло затекло или вы его просто передавили в этой гильзы, или он заржавел со временем там и вышел из строя. Датчик температуры мы рекомендуем не засовывать в какие-то гильзы, а до трубы, где у вас выходит горячая вода из котла, примотать, прикрепить каким-то утеплителем. И не очень жестко закрепить, чтобы он свободно там был закреплен. И тогда он практически будет вечный, не надо будет его регулярно покупать. Все сантехники и многие инструкции по котлам рекомендуют обязательно установить трехходовой клапан. А он стоит еще каких-то там от 40 до 100 евро. Мы рекомендуем вместо установки дорогого трехходового клапана подключить ваш насос до автоматики. будет делать все то же самое, только бесплатно. Автоматика выключает насос, котел прогревается, после этого включается насос и работает уже на вашу систему отопления. И вы можете изменять температуру включения насоса. Делать все то же самое, как трехходовой клапан. Только на трехходовом клапане вы не можете изменять, его еще регулярно придется вам чистить или менять. Еще одна причина выхода из строя автоматик это то, что люди не читают инструкцию от нее. Потому что на многих дешевых автоматиках не указано какая мощность выхода на вентилятор, на насос. Прочитайте сколько написано у вас в инструкции мощность выхода на насос, на вентилятор и потом уже подключайте сюда насос и вентилятор. Чтобы вы не спалили и тем самым не перегружали автоматику, не было у вас дополнительных нагрузок. И самое главное я бы вам рекомендовал покупать только ту автоматику, у которой есть сервисные центры в Украине и вы точно знаете куда обратиться, если что-то случится с этой автоматикой. Поскольку вы планируете ей пользоваться не один год, а много лет. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много еще интересных видео про котлы, автоматики и горилки для них. Ну расскажи про самую дешевую автоматику. Я на них не нашел ни паспорта в интернете, ни где сервисный центр. Вот это красивая автоматика, металлический кофтус, хороший паспорт. Вообще целую твои предохранители, сам восстанавливайся. Вот это супер автоматика. Вот ты красивая, коробочка у тебя красивая. Ну ты ж дурна, ты ж пустая внутри. Ну как тебя продавать людям? Красивая, но где твои предохранители? Где предохранители? Где ж... Красивая, да, вот красивенькая автоматика. Предохранитель уже куда обратиться? Ну поломалась-то. Куда? Где сервисный центр? Куда? Тоже красивая, но дурна, пусто. Вот и хорошая автоматика, да. Им 400 ватт, мощная все. Ну, как вот гарантии. Вот гарантии. Ну красивая, но мощная, да. Вот гарантии. Если вам понравился такой формат видео, подписывайтесь. Будет много еще интересного. Всего вам dell vivенья. Продолжание. Субтитры подогналис Making the Сегодня субтитры у DimaTorzok Standing my heart.